Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 26 апреля, Православная Церковь совершает память мученице Фомаиды Александрийской и Египетской. Святая мученица Фомаида родилась в городе Александрии в христианской семье. С детства она была воспитана в благочестие и любила читать священное писание. В 15 лет юную отраковицу выдали замуж за рыболова, тоже христианина. Молодые супруги жили в семье родителей мужа, где святую Фомаиду любили за кротость, незлобие, доброту и целомутрие. Свекор святой Фомаиды по наущению дьявола пленился ее красотой. Когда его сын ушел ночью на рыбную ловлю, он стал склонять невесту ко греху. Напрасно святая Фомаида увещевала обезумевшего старика, напоминая ему о страшном суде и о наказании за грех. Разъяренной твердостью святой Фомаиды он в безумии схватил меч и стал угрожать ей смертью. Но святая Фомаида твердо ответила, «Если ты даже рассечешь меня надвое, я не отступлю от заповеди Господни». Ослепленный страстью свекор взмахнул мечом и рассек святую Фомаиду. Святая приняла мученическую кончину за свое целомудрие и верность заповеди Божии в 476 году. Убийцу постигла Божия кара. Он мгновенно ослеп и не мог найти двери, чтобы убежать. Утром пришли друзья мужа святой. Они открыли двери и увидели тело святой Фомаиды и окровавленного слепого старика. Убийца сам сознался в своем злодеянии и просил осудить его на смертную казнь. В то время в Александрию пришел из пустынного скита преподобный Даниил. Он велел монахам ближнего актодекатского монастыря принести тело мученицы и похоронить в монастырской усыпальнице. Некоторые из монахов недоумевали, как можно хоронить женщину вместе с монахами. Преподобный Даниил сказал, «Это от раковица мне и вам мать. Она умерла за чистоту». После торжественного погребения преподобный Даниил возвратился в свой скит. Вскоре один из молодых монахов стал жаловаться ему, что его мучают плотские страсти. Преподобный Даниил велел ему пойти и помолиться у гробницы святой мученицы Фомаиды. Инок исполнил повеление старца. Во время молитвы у гробницы он заснул тонким сном. Тогда ему явилась святая Фомаида и сказала, «Отче, прими благословение и иди с миром». Проснувшись, инок почувствовал радость и мир в своей душе. После этого плотская брань больше не смущала его. Ава Даниил объяснил ему, благословение – дар мученицы целомудрия. Такое дерзновение имеют пред Богом подвижники чистоты. В последующие времена многие находили у гробницы святой Фомаиды освобождение от страстей и духовную радость. Мощи святой мученицы Фомаиды были перенесены в Константинополь в один из женских монастырей. В 1420 году их видел русский паломник Иеродиакон Зосима. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых священно-мученика Артемона Ладикийского Пресвитера, мученика Крискента из Мир Ликийских, преподобно-мученице Марфы Тестовой Инокине. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова